Хочешь помочь котикам, тогда лечи их сам. О ветеринарии было сказано уже много. Уже о нашей ветеринарии говорено-переговорено. После того, как упустили, или вернее сказать, угробили ветеринары котика Максика, это сильная боль волонтера Ирины Стрижак, невыносимая не только. Сделав бы первый день УЗИ сердца и назначив вовремя лечения, мальчик был бы жив. Он так цеплялся за жизнь. Но видишь ли у них запись. И даже уже попав к кардиологу, хозяйка поняла, что проще отмахнуться, рассказать научными терминами, ведь это не породистый котик. Удивительно, что такой диагноз у него. Обычно это бывает у породистых. Удивлялась врач. Назначить антибиотик, навязав его, купить там же кучу таблеток, уколы и кабинетин. Волонтер так надеялась, что именно кардиолог поможет, ведь шанс был. Женщина списывалась со многими, у кого были такие котики, с диагнозом тромбоэмболия. Долгое лечение, но есть надежда. А тут после визита и их назначения он просто перестал кушать, хотя два дня ел. Еще после укола, который там ему поставили, ему просто ускорили смерть. Получается, лечимся сами, штудируем всемирную сеть. Но, к сожалению, еще нужны анализы УЗИ, чтобы знать этот диагноз. И вот нужно сходить в клинику и это сделать. Получите цветы, а потом лечись все-таки самому. Сейчас такая ситуация с мотиком. УЗИ сделали почек, анализы крови, проблема с почками и печенью. Лечение назначили хорошо. Проколола 10 дней гептрал. Пропили таблетки. Немного улучшения есть. Уже опять-таки прислушиваешься к советам не врача, а тех, кто лечил своих животных, у кого есть опыт. Вот Оля Семчук посоветовала волонтеру давать мотику и пактины. Звонит врачу, да, давайте. Где взять? Приезжайте, у нас есть отсыпем. Еще Оля посоветовала давать тиотразолин. Хотя раньше его часто назначали, сейчас от него ушли почему-то. Опять звонит, да, давайте. В общем, сами лечим. Вчера поехала к ним в клинику. Сама автобусом за ипоктина. Оказалось, у них только 3 грамма. Уже все продали. Опять спрашивает волонтер о сопливых Дании и Филе. Что делать? Вот ей посоветовала Лена Скоробогатова, тоже волонтер. Клацит. Его не нашла в аптеке. Есть аналог кларитромицин. Опять же еле выпросила ответ. В результате купила капли таблетки. Только вот ипоктина есть в ветаптеке. Банка 60 грамм стоит 2 600 рублей. Понятно, ее потянуть по деньгам. Не потянуть по деньгам. Но очень нужен. Хорошо бы сейчас старушке саре абрикосу его давать. Сейчас кроме лечения и кормить нечем. Все закончилось. А учитывая цены в Донецке, причем на все. Вот по 300 грамм корма для Семы и Космоса. 6 пакетиков пачи для беззубого лорда. 670 рублей. Это на 3 дня. Как вот кормить больных и лечить кого-то. Хорошо, есть друзья, которые понимают наши проблемы и помогают. Спасибо огромное, дорогие. Но сейчас кроме больных еще и проблема с кормом. Все доели. Очень нужна ваша помощь в покупке корма, средств гигиены. Будем рады любой вашей помощи. Спасибо за понимание и участие в жизни нашего приюта. Надеемся на ваши добрые сердечки. Спасибо, что прочли этот длинный пост. Всем мира, добра, берегите себя и ваших близких.